Всем привет, мои дорогие парфюмерные друзья! Я рада приветствовать каждого из вас на своем канале. Устраивайтесь поудобнее, сегодня будем обсуждать парфюмерию, впрочем, как и всегда. Я подготовила для вас подборку, похожий формат уже был, о каждом аромате не более минуты. То есть я буду тратить на описание аромата совсем немного времени, будет кратко, лаконично. Если вам интересен такой обзор, то оставайтесь со мной и давайте начнем. Почему я решила повторить подобного плана описания ароматов? Ну, во-первых, я получила от вас обратную связь, за что вам большое спасибо, многим понравилось. И я скажу от себя, что мне тоже нравится смотреть такие обзоры. Вот когда кратко, такие самые яркие впечатления, люблю такого формата видео. Прежде чем мы с вами начнем, я хочу напомнить вам, что все ароматы, о которых сегодня пойдет речь, я всегда дублирую в инфобоксе. Оставляю для вашего удобства тайм-коды, а также напоминаю вам о том, что у меня есть мой именной промокод в магазине randvu.ru. Если вы им воспользуетесь при покупке, то вы получите 10% скидку. Сейчас в феврале много интересных предложений и обязательно отслеживайте на аромабоксы, на миниатюры. Поэтому желаю вам приятных покупок. Ну, а мы с вами начинаем разговор о парфюмерии. Итак, с какого аромата мне начать? Честно вам скажу, я абсолютно рандомно выбирала парфюмы. То есть, что мне под руку попалось, то я и взяла. И я даже не знаю, сколько будет ароматов. Давайте в процессе мы уже с вами поймем, сколько у нас всего. 10, 11, 12, точно не помню. Первый аромат, вот к чему у меня тянется рука, это аромат от Ксержов Луа. Это аромат, который получает всегда очень много комплиментов. Что я в нем слышу? Я его, кстати, покупала вслепую, помните? И чем он меня заманил в своей сети? Это, конечно же, нотой ириса, которая заявлена в средних нотах. Но и также нотой дыни, которую мне всегда интересно распознавать. И, как правило, я ее никогда не слышу. Этот аромат для меня пахнет мыльно. Он для меня пахнет, как дорогое, хорошее, добротное мыло. Очень приятно. Я думаю, что ландыши дают такой эффект. Но в целом аромат, особенно сейчас, мне кажется, на весну, это будет такой хвостик от него, это будет такой шлейф. Классный цветочный парфюм с такими легкими фруктовыми оттенками. Для меня он абсолютно не сладкий. У меня от него немножко першит в носу. Вы знаете, когда мыло вдыхаешь так вот глубоко, вот именно такое на меня он производит впечатление. Мыльный, приятный, свежий, неприторный. Классный аромат от Ксержов Луа. Следующий аромат, это аромат от бренда Нишане Они. Скоро мне придется на время попрощаться с этим ароматом, потому что приближается весна, и это для меня такой зимний парфюм. Я люблю его зимой, люблю снег. Да, я, конечно, знаю, что еще и в марте, скорее всего, будет снежная погода. Но, вы знаете, особенно сегодня, мне как будто бы уже показалось, что весна рядом. Она уже как будто бы заявляет о своих правах и потихонечку-потихонечку к нам подбирается. Видите, я даже сегодня купила тюльпанчики, потому что у меня какое-то прям весеннее настроение. Я забыла, что у меня минута на каждый аромат. Нишане Они. Для меня это теплый, пряный, но прежде всего ванильный аромат. Здесь очень красивая для меня ваниль. Она действительно очень сладкая ваниль, теплая. Вот как раз-таки пряность и кардамон придает теплоту этому парфюму. Очень красивый на самом деле аромат. Люблю его носить, но повторюсь, что он ассоциируется у меня с зимой. Совсем забыла я про свою молекулу от Zarka Parfum. Это purple молекула, аромат, который пахнет мне тропическими фруктами и молочным, чем-то таким лактонным молочным. Но я всегда представляю, что это сок, скорее всего, может быть сок манго, маракуйя. Ну знаете, вот тропические фрукты. И в него добавили шарик сливочного мороженого. Вот так мне пахнет этот аромат. Очень играючи, поднимает мне настроение. Очень его люблю. Тоже, кстати, в свое время многие у меня спрашивали про этот аромат. И он очень многим нравится. Это действительно комплементарный, красивый парфюм. Следующий аромат – это аромат от Ксержов «Дама Бьянка». Вот сейчас будет как раз тот период, март, апрель, может даже май, когда я очень люблю носить этот парфюм. Он у меня настоялся, такой уже немножко потемнел. Мне он пахнет яблоком. Я знаю, что здесь ничего такого не заявлено, но мне он пахнет яблочно, фруктово. И как будто бы неподалеку пузырится шампанское. Вот такие ассоциации у меня с этим парфюмом. Он ванильный, он пудровый, он фиалковый. Все в нем есть. Но у меня вот четкие с ним ассоциации. Я чувствую в нем такую легкую алкогольность. Фрукты, знаете, вазу с фруктами, где яблоки, вполне возможно виноград, может быть даже айва. Ну, приятный аромат. Так, что у меня тут еще рядышком лежит? Вот попадается мне аромат кремовая кожа от БДК. Ну, это мой любимчик. Вы знаете, вообще это любимый аромат у данного бренда. Я уже со многими познакомилась, пока он лидирует. Вот я сейчас думаю по поводу Грит Шарнель, но все-таки вот кремовая кожа мне нравится больше. Что я здесь слышу? Здесь ананасовый старт. Очень яркий, очень красивый. И потом аромат закремивается. Здесь заявлены ноты замши. И вот такое ощущение, как будто бы он становится с каждой минуткой раскрытия, он становится все мягче и мягче. Как будто бы действительно пахнет таким очень приятным кремом от вас. Он у меня ассоциируется с мягкими кожаными перчатками. С какой-то сумкой кожаной мягкой. Я вообще обожаю этот аромат носить тоже весна-осень, когда вот кожаные вещи, да, на шарфик этот аромат наносишь. И просто стойкость великолепная. Шлейф, мне кажется, тоже километровый. На мне долго держится этот парфюм. Я его слышу на следующий день. Поэтому я очень люблю, люблю. И это уже второй флакон, кстати. Следом за кремовой кожей я вам покажу еще один аромат от данного бренда. Это моя новинка, который я еще присматриваю, скажу вам честно. То есть он не покорил мое сердце. То есть мне нравится, как он пахнет. Но я его ношу и чувствую, что это не совсем вот прям мое. То есть не случилось вот той самой любви, понимаете. Хотя первое впечатление было очень приятно. Но когда я стала его носить, я вам сейчас объясню, чем он мне не нравится. Ну, во-первых, на мне я очень ярко слышу вот эту ноту Айвы. И такое ощущение, что, ну, может быть, если бы я не знала, что это конкретно Айва, да, я подумала бы, что это какие-то яблоки в сиропе. Или это яблочный джем. И мне не очень нравится база этого аромата. Несмотря на то, что он сладенький, это, в принципе, ноты все мои, да. Как будто бы пахнет мармеладками, особенно на старте. Вот яблочной пастилой или чем-то вот таким. Но в базе я слышу такие ноты, которые мне напоминают ароматы из мужского люкса. Ну, я ничего плохого не хочу сказать про мужской люкс, но мне не совсем нравится на себе это обонять. Вот очень напомнила база мне аромат от Пакарабана One Million мужской. Не точь-в-точь, но вот как будто бы я слышу какую-то ноту, вот эту засахаренную и вот что-то. Может быть, это какая-то древесность, да, такую, которую я ощущаю. Пока у меня с этим ароматом еще идет такая притирка. То есть я не уверена, что он останется постоянным моим жителем в моем парфгардеробе. А вот аромат от Tom Ford Wood, вот он покорил мое сердце. Мне нравится, несмотря на то, что это такое довольно-таки мужское направление, я не часто ношу такого плана ароматы. Ну, хотя, как не часто, я люблю под настроение этот парфюм. Мне очень нравится вот этот сладенький Уд. Ой, очень люблю. Мне прямо, знаете, с первых нот мне такое ощущение, что он постоял и он стал еще слаще. Многих он этим отталкивает. Кто-то даже говорит, ну, я читала отзывы, что это пахнет не совсем Удово. То есть, ну, какой это Уд, если он такой мягкий и сладенький. А мне вот именно нравится, что он такой мягкий и сладенький, хотя я в нем слышу и ноты кардамона. Я думаю, что в ваниле бобы тонко играют здесь тоже свою роль, поэтому он для меня такой приятный. Следующий аромат, это аромат от бренда Mugler. У меня Angel Nova версия Eau de Toilette. У меня, кстати, Eau de Parfum тоже была, и мне она безумно нравилась, версия Eau de Parfum. Eau de Toilette в базе один в один. Единственное, что на старте здесь старт более такой цитрусовый, как будто бы разряженный. Да, он не сразу такой плотный аромат. Но в целом, в целом это пахнет ягодно для меня, помадно. Это пахнет очень сладенько. Но это очень комплементарный аромат. Я тоже люблю его носить. Особенно сейчас, когда мы начнем надевать уже пальто, когда начнем потихоньку раздеваться, снимем эти шапки. Вот этот шлейф, я не знаю, это прям у меня он ассоциируется с чем-то теплым, таким приятным. С весенним ветерком так пахнут мои волосы, когда я иду, спешу куда-то, вот тянется за мной вот этот прекрасный шлейф. Следующий аромат это прекрасный кубик вот такого вот нежно-персикового цвета. Вообще я неравнодушна кубикам от Нарцисса. Мне просто они нравятся вот даже на них смотреть, любоваться ими. Кубик от Нарцисса Родригес. Аромат называется, я все время забываю, Нероли Амбре. Версия Ду Тулет. Этот аромат для меня абсолютно женственный. Он мне даже в большей степени вот не парфюмом пахнет, а как будто бы каким-то уходовым кремом. Здесь больше всего для меня пахнет цветком апельсина. Здесь заявлены Нероли, Франжипани. Да, в целом вот такое впечатление, как будто бы букет цветов. Желтоцветочный, скорее всего, букет, но цветок апельсина здесь тоже есть. Пахнет пыльцово, к базе запудривается. Люблю этот аромат носить вот после душа. Я выхожу из душа и пшикаю на себя этот парфюм. Он с меня очень быстро слетает. И я, как правило, вот на улицу, я вообще, знаете, стала замечать, что там, где есть нота Нероли, на мне эти ароматы как-то пахнут. Ну, они, во-первых, очень быстро скатываются в какую-то такую простую и недорогую базу. И больше пахнет не парфюмерно, а как будто бы какая-то отдушка. Вот, поэтому я на улицу редко ношу этот парфюм. Мне нравится, мне в нем комфортно дома. И, ну, если честно, мне вообще в большей степени нравится оформление, поэтому я даже немного его берегу. Еще один аромат от бренда Синоним. Я часто тоже вам о нем рассказываю, но мне действительно нравится этот парфюм. Мне очень нравится, как сделаны ароматы от бренда, несмотря на то, что я не часто обозреваю какие-то, ну, как сказать, ароматы, которые вдохновлялись кем-то уже, да, какими-то другими парфюмами. Вот про Синоним я всегда говорю с удовольствием. Это пахнет похоже на Делину. Это роза, ут. Вот, но здесь, знаете, такое ощущение, что аромат более легкий, как будто бы он с какими-то ягодными аккордами. Вот вроде бы похоже на Делину, но не Делина. И поэтому я даже чаще пользуюсь этим парфюмом, нежели своей Делиной эксклюзив, потому что мне очень нравится здесь на старте не просто роза с удом, а как будто бы есть какие-то фруктики. Мне нравится, что есть древесная составляющая ближе к базе, которая придает какое-то даже благородство этому аромату. Я люблю этот парфюм, я не сказала, это Quentin 02. Еще один аромат от бренда Memo, который, признаюсь вам честно, я очень редко носила этой зимой. Я его покупала вот специально, мне кажется, что у меня ассоциация даже с зимним, с новогодними какими-то праздниками. Я его покупала вот как раз в этот период. Как мне нравится, как здесь звучит нота кожи. Здесь как раз она в исполнении, в таком, знаете, когда пахнет орешками, сладкими орешками или халвой с орешками. Очень для меня гурманские. Я практически не слышу здесь фужерного старта, то есть вот той самой томатной ботвы. Как-то сразу пахнет сладенько, я слышу даже какие-то шоколадные оттенки. Ну вот кожа иногда может выдавать сочетание со смолами, с ванилью. Вот такие вот ассоциации. Очень люблю на самом деле этот парфюм, но он у меня простоял эту зиму, я вот буквально несколько раз обшикнула. Еще один мой любимчик, это аромат от Killian Woman and Gold. Я буквально его на днях тут нанесла на себя и вообще с таким удовольствием с ним провела день. Это очень стойкий парфюм, это аромат про ваниль. Я слышу эту такую густую здесь тягучую ваниль с таким небольшим цитрусовым оттенком и я слышу горчинку. Мне кажется, что это герань придает эту горечь. Горечь и как будто бы вязкость такую на языке. Интересный аромат. Здесь на старте заявлены альдегиды, но ничего такого, на мне не раскрывается никакая альдегидность. Он сразу уходит в эту сладость и в такую сливочную ваниль. Ну что, дорогие друзья, вот такой вот экспресс-обзор у нас с вами получился. 12 ароматов. Вот мои такие самые яркие впечатления о них. Все эти парфюмы я, конечно, очень люблю. Я их ношу. И вообще, знаете, в последнее время стала задумываться, ну, во-первых, я периодически произвожу расхламление в своем парфгардеробе. Я хочу, чтобы у меня остались ароматы, которые вот действительно мне дорогие, которые мне очень нравятся. Это касается и нишевого направления, и люксового. Поэтому я очень тщательно, на самом деле, выбираю парфюмы перед покупкой. И если я даже покупаю вслепую, я потом либо расстаюсь с этим ароматом, либо, ну, либо дарю его кому-то. Потому что я не хочу заниматься накопительством. Я хочу оставить вот самое лучшее, самое любимое. Чтобы я могла сказать, что мой парфгардероб состоит только из самых лучших, ну, для меня, я имею в виду, ароматов. Напишите, как вы, легко ли вы расстаетесь с парфюмами. Я знаю, что многие парфу увлеченные люди, для них это довольно-таки сложно. И я понимаю, почему. Потому что я тоже каждый раз как от сердца отрываю. Но я считаю, что лучше этот аромат продолжит свою жизнь. Лучше он будет радовать кого-то другого, нежели годами простаивать в моем шкафу. На сегодня я буду с вами прощаться. Не забывайте поставить пальчик вверх, не забывайте подписаться на канал. А я, как всегда, желаю вам всего только самого доброго. И мы скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»